Да я знаю, слышал о нём, когда начался строительство этого самого, зэки тут строили ещё. Ну, что ещё? Большой учёный, физик, по-моему, по образованию, по этим самым, всё. Ну, основатель Академгородка, что-то ещё не значит. Он основатель Академгородка, и я считаю, это вообще великий человек. Потому что он такой городочек обосновал, и в лесу, и не разрешал вырубать совершенно деревья, и аккуратно очень всё строили, не то, что сейчас. Сначала вырубят, а потом садят. А научные? Ой, научные тоже большие. Он привёз сюда всех академиков, каких можно, из Москвы, Петербурга и Киева, по-моему. Так что наука развивалась очень хорошо. Он основатель Сарана, он основатель ФМШ, он насчёт универа сомневаюсь, но, по-моему, тоже. Достаточно. Основатель Института гидродинамики. Большой учёный. Ну, хороший учёный. Основал Академгородок. Ну, просто прославился тем, что был хорошим человеком. Ну, хороший мужик был, основал всё это дело. Это человек своего века, своего времени. Не случайно Михаил Ломоносов, Михаила Лаврентьев – это две таких личности. Ну, которые… И мы гордимся, что он стал нашим сибиряком, Лаврентьев. Что он действительно здесь, ну, стал такой след, который, ну, наверное, долгие годы не исчезнет. А мы будем следовать его заветам. Да, мало что известно, кроме того, что он основатель Академгородка, ну, Академгородка, как мы шутливо говорим. Ну, в доме, где он обитал, находится где-то в фехреях на Золото-Доринской. И пару раз я даже заходил туда, гуляя по Академгороду опять же. Мы так шутливо называем, так сказать, наш маленький кусочек Европы в России, так сказать. Ну, я имел в виду верхнюю зону Академгородка.